Приветствую вас! Я постараюсь ответить на вопрос, который вы задали с позиции личностного подхода. Не просто так вы познакомились с интернетом. Не просто так вы с ним проводили там время, и не просто так каждый из вас не нашел свою вторую половинку в своем кругу. Вы в Москве, а он в Подмосковье. И изначально в интернете люди знакомятся, конечно, для отношений. Но в силу специфики данного вида знакомства отношения протыкают немножко иначе. Нету того изначального, реалистичного, вербального, даже не вербального, прошу прощения, не вербального отхода к взаимодействию над вами. И в результате этого, когда страсть вспала, оказалось, что вы не смогли ничего построить, кроме страсти. И она эта страсть у вас еще есть. Но связывает вас, судя по всему, только секс. Ну, это не так уж и плохо, в принципе. Если каждый из вас не обвиняет друг друга, нету скандалов, нету ссор, криков, взаимных претензий, что обычно очень часто. Вы понимаете, как обстоят дела. Вы разумные люди. И отдаете себе отчет в том, что нужны друг другу для определенного, значит, для определенных желаний, для определенных потребностей. Это уже очень много, на самом деле. Просто вы два равных друг другу индивида. Никто из вас не доминирующий, не подчиненный. Вы абсолютно равноправная пара. И из-за этого возникает такое чувство соперничества. Скорее всего, не осознанно. Между вами. Что вроде бы вы и не пытаетесь их переделать друг другу. Но в силу того, что вы все-таки равны, вы и не уступаете друг другу тоже. И, конечно же, можно говорить о том, чтобы продолжать отношения в таком ведуке до тех пор, пока вам или ему не встретится кто-то другой, какой-то другой мужчина или женщина, соответственно. И тогда ваши отношения закончатся. Понимаете, ведь у каждого человека есть в жизни свои цели. У вас эта цель одна, у мужчины эта цель другая. Вы, наверное, уже семью хотите, ребенка. А он еще не знает, чего он хочет. В противном случае он бы уступил, вам ценил бы вас. И вот вам для себя, лично вам, потому что я имею дело с вами. Ну и ответить на такой вопрос. Вы готовы ради этих отношений что-то сделать? Вы готовы чем-то уступить, чем-то поступиться ради мужчины, без обязательного условия, что он это оценит? Вы готовы на это? Спросите себя. Если ответ будет отрицательным, то вам лучше расстаться, потому что ничего хорошего из этого не будет. Мужины, судя по всему, достаточно упрямы и принципиальны, чтобы делать уступки. Вы тоже отстаиваете свои интересы, что в принципе хорошо. Ну, вот знаете, все зависит от ваших ценностей. Мы не придумали себе это все, нет. Ведь отношения легко завязать. Сложно удержать. И в интернете легко заводить отношения. Но потом они очень часто распадаются. И с вами, похоже, произошла именно такая ситуация. Вопрос в том, хотите, дорожите ли вы ими этими отношениями? Готовы ли вы в одностороннем порядке делать что-то для них? Если вы лично готовы, то отношения можно сохранить путем ваших уступок. Так уж получается, что один человек в отношениях всегда чем-то жертвует. Вот могут любить оба, но жертвы всегда один. Случаев, когда жертвует два человека одновременно, очень мало, почти нет. Поэтому, поскольку мы общаемся с вами, то я и предлагаю вам подумать. Вы готовы подготовиться с чем-то ради отношений? Если да, то вы можете сохранить отношения, вы можете принять его условия и так далее. Если нет, то нужно расставаться. Другого варианта у вас нет. И в принципе, смотрите еще, какая ситуация происходит. Вы не очень понятно объяснили момент, связанный с общением. То есть, когда вы общаетесь с мужчиной лично, вживую, проблем никаких нет, у вас сносит крыша, вы счастливы. А когда вы общаетесь хочется энергию вам направить лично, хочется вступить в непосредственный контакт, а не получается, потому что вы далеко, раздаются все эти перепалки. Я думаю, что прежде чем принимать решение о расставании, нужно попробовать пожить вам вместе и посмотреть, как будете вы себя чувствовать, когда постоянно будете находиться друг с другом. Вот если в этой форме у вас ссоры будут продолжаться и никто не будет желать поступать, вот тогда расставание является обязательным. А если ссоры прекратятся и у вас все будет хорошо, значит просто интернет общения вам больше не подходит. Так тоже бывает. Это, кстати, очень хорошо, потому что живое общение самое лучшее. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен. Пока. Вам всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok